В нем в пятницу мы с Вульфом сидели в кабинете. Как потом оказалось, имя Пола Чапина и его остроумные представления о том, как отомстить всем и при этом избежать расплаты за содеянное, в любом случае привлекли бы наше внимание. Однако в ту ноябрьскую пятницу дождь и отсутствие выгодных дел, столь затянувшиеся, что становилось тягостным, привели нас к прологу спектакля, который уже готов был начаться. Вульф пил пиво и разглядывал рисунки снежинок в книге, которую ему прислали из Чехословакии. Я же перечитывал утреннюю газету. Сначала изучил ее за завтраком, потом полчаса просматривал после проверки отчетности с Хорстманом в одиннадцать утра. И вот теперь снова штудировал ее без особого энтузиазма в надежде отыскать статейку-другую, чтобы дать пищу для ума, который, по моим ощущениям, был весьма близок к усыханию. Да, я читаю книги, но пока ни одна из них не доставила мне удовольствия, поскольку меня не покидает чувство, что в них нет ничего живого, что все там мертво, кануло в былое. И какой же тогда в них смысл? С тем же успехом можно пытаться получать удовольствие от пикника на кладбище. Однажды Вульф спросил меня, какого черта я вообще притворяюсь, будто читаю книги. И я ответил ему, мол, из соображений культуры. В таком случае, заявил он, я могу не утруждать себя, ведь культура, как и деньги, легче всего приходит к тем, кто нуждается в ней меньше всего. Как бы то ни было, в середине дня я уже дважды прочел утреннюю газету от корки до корки, хотя она была немногим лучше книги, но я цеплялся за нее, как за средство от дремоты. Вульф как будто целиком погрузился в рисунки. Взглянув на него, я подумал, он борется со стихией, пробивается сквозь бушующую пургу, удобно устроившись в кресле и разглядывая картинки. В этом и заключается преимущество быть художником, обладать воображением. В слух же я произнес, только не засыпайте, сэр, это очень опасно, вы замерзнете до смерти. Вульф перевернул страницу, проигнорировав меня. Тогда я зашел с другой стороны. Партия из Каракаса от Рихарда недоставало двенадцати клубней. Он никогда не возмещал недостачу, насколько я знаю. По-прежнему безрезу.